Губернатор Алексей Русских начал совещание с поздравления Андрея Большакова с избранием главой Димитровграда и пожелал успешной работы. От поздравлений и сообщений о кадровых перестановках перешли к другим новостям. В регион поступили дополнительные средства из федерального бюджета. Правительством региона на законодательное собрание области внесен проект поправок в закон о бюджете на 22-24 годы. Депутатам представлен проект распределения крупнейшего за последние годы транша дополнительных средств, поступивших в нашу казну из федерального бюджета. Сумма полученных на развитие региона средств более 4 миллиардов рублей. Более 1 миллиарда рублей будет направлено на развитие регионального образования. Из них почти полмиллиарда на улучшение материально-технической базы и капитальный ремонт школ. Продолжит финансирование отрасли ЖКХ. На эту сферу направят 460 миллионов рублей. 100 миллионов направят на обеспечение жильем детей-сирот. Столько же на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Далее Алексей Русских перешел к наболевшему вопросу роста заболеваемости коронавирусом. Мы наблюдаем тревожную картину. Продолжается уверенный рост заболеваемости. За прошедшие сутки с учетом Демитровгада выявлен 841 новый случай COVID-19. На амбулаторном лечении находится почти 8 тысяч человек. На стационарном 846. Только за последние сутки госпитализировано 73 человека. Очевидно, что эти цифры дальше будут расти. Жители нового города в Заволжском районе продолжают жаловаться на едкий запах дыма и гари. Особенно в ночное время. Сотрудники Министерства природы и цикличной экономики проводят рейды и ведут борьбу с нарушителями. Фракции полномочиями министерства осуществляет мониторинг в состоянии от посвердного воздуха. За прошедшую неделю было выявлено одно превышение по формальдегиду в неделю к утрам, которое составило 1,1 от ПДК. Остальные дни превышений по скользящим веществам выявлено не было. Однако, министерство фракции полномочиями осуществляет рейды. За прошедшую неделю был проведен дневной рейд с привлечением лаборатории, где были проведены замеры на перекрестке филатон-созидателей и ульяновских создателей. Привлечений не выявлено. 31 января все школьники Ульяновской области ушли на дистанционное обучение в связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19 среди детей. Вузам также рекомендовано перейти на дистанционный формат обучения. Прошел первый учебный день. Мы понимаем, что часть семей нуждаются в технике. И нам понятен тоже механизм по заявлению родителей с оформлением документов на передачу во временное пользование техники. Данный процесс опущен. Уже на сегодня выдано 625 ноутбуков для того, чтобы детки могли заниматься. За последнюю неделю на объектах ЖКХ произошел 41 инцидент. Все они были устранены в положенные сроки. К счастью, обошлось без крупных и масштабных аварий. В Ульяновской области продолжается работа над ростом заработной платы работникам предприятий. В 2022 году планируется заключить не менее 2500 соглашений с организациями о росте зарплат сотрудникам. За январь месяц, за короткий период, было два заседания областной комиссии под руководством Игоря Олеговича и 60-70 заседаний в органах власти муниципальных образований. 302 организации приглашались. 154 соглашения новых мы заключили за этот период. Причем большинство это 141 соглашения на уровне муниципальных образований. На заседании также озвучили статистику обращений граждан в Центр управления регионом. Информацию о темпах вакцинации и ревакцинации от COVID-19. Поговорили об уборке снега, а также о реализации приоритетных национальных проектов.